Инцидент произошел в 2019 году. Девочке тогда было 13 лет. Как рассказывает адвокат потерпевшей, сестра отца ребенка попросила ее помочь по хозяйству. Через две недели после того, как подросток переехала в дом родственников, супруг тети в возрасте 60 лет начал сексуальное насилие. Девочка жила у родственников. По ее словам, поначалу муж тети не приставал, но через недели-две начались домогательства. Она молчала два года, но потом не выдержала и рассказала все тете и родителям. По словам адвоката Шердора Абдекапарова, подозреваемый насиловал жертву около двух лет. Первое время она молчала, опасаясь угроз со стороны теперь уже подозреваемого. Но потом все же рассказала родителям. Однако ее первые жалобы в отношении родственника были проигнорированы. И только сейчас родные обнаружили, что подросток подвергалась с насилием. «За такое преступление предусматривается наказание от 12 до 15 лет лишения свободы и до пожизненного. Однако следователи применяют легкие статьи. Они вызвали подозреваемого на допрос, а потом просто отпустили». Данный факт зарегистрирован в реестр преступлений по статье 164 «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста Уголовного кодекса Крымской республики». Согласно данным, Кеминская ОВД назначила судебно-медицинскую экспертизу. «Личность подозреваемого установлена, но следствию до сих пор не удалось допросить несовершеннолетнюю. Следователь ОВД Кеминского района вынес постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Следственная служба поручила обеспечить явку потерпевшей законным представителям и свидетелями». В прошлом году было зарегистрировано 287 случаев насилия в отношении детей. Из них 177 – физическое насилие и 71 – сексуальное насилие. 36 подростков подверглись психологическому давлению. «Ребенка нужно обучать с детства тому, что никто не может подвергать его тело насилию. И куда нужно обращаться в таких случаях? Если дети не будут знать своих прав, то такие истории, к сожалению, будут повторяться». 42% детей подверглись насилию незнакомцами, 32% – родителями и 14% – родственниками. За последние пять лет в отношении несовершеннолетних было зарегистрировано 1101 уголовное дело, из них более 150 – сексуального характера.